Всем привет и добро пожаловать на Hynes.ru Вы смотрите 147 выпуск нашей информационной программы И сегодня мы обсудим события, произошедшие в мире высоких технологий за последнюю неделю Итак, поехали! На минувшей неделе ракета Falcon 9 разбилась о плавучую платформу при посадке Илон Маск уже сделал официальное заявление, в котором сообщил, что причиной падения стал сбой одного из трех двигателей, отвечающих за приземление На счету SpaceX есть несколько успешных посадок беспилотных ракет, каждый полет которых, в том числе и последний, неудавшийся, был экспериментальным Теперь инженеры лучше изучат обстоятельства, которые привели к неудачной посадке и постараются избежать подобных инцидентов в будущем Специалисты уже начали работать над решением проблемы, благодаря которому, в случае неисправности одного двигателя, можно будет переключить нагрузку на другие, избежав таким образом крушений Ожидается, что двигатели будут доработаны до конца этого года Несмотря на печальную участь самой ракеты, задачу она выполнила, выведя на орбиту два новых коммуникационных спутника, которые уже включаются в работу А телескоп Кеплер на днях обнаружил самую крупную экзопланету в двоичной системе звезд, получившую название Кеплер 1647b Она расположена примерно в 3700 световых годах от нас Ученые нашли эту экзопланету благодаря космическому телескопу Кеплер, который показал разницу в яркости звезды, когда планета проходила мимо нее Сделать это было весьма трудно, если учитывать то, какой объем информации исследователям необходимо было проанализировать и какие дополнительные наблюдения провести для этого Возраст Кеплер 1647b оценивается примерно в 4,4 миллиарда лет Ее масса и радиус практически идентичны показателям Юпитера, а вращается планета вокруг двух звезд по размерам аналогичных нашему Солнцу Кроме того, так же как и Юпитер, эта обнаруженная экзопланета является газовым гигантом, а поэтому вряд ли может быть домом для какой-то жизни Но тем не менее, она расположена в обитаемой зоне двойной звезды И ученые считают, что если планета обладает большими лунами, то есть вероятность, что жизнь может находиться именно на них А компания Oculus Rift на минувшей неделе опубликовала новый видеоролик, в котором анонсировала игры для контроллера Oculus Touch Сообщается, что его поставки начнут уже в ближайшее время и вскоре те, у кого есть система виртуальной реальности Oculus Rift, смогут все попробовать Для Oculus Touch заявлена поддержка более 30 игр Все они будут специально подогнаны под систему виртуальной реальности и поддерживают управление жестами Поэтому игрок сможет в прямом смысле потрогать предметы игрового окружения Были показаны и 4 эксклюзивных VR-игры, которые создаются специально для устройств Oculus Это триллер Wilson's Hair, футуристическая игра Rip Coil от Sanzaru Games, известный кооперативный шутер Killing Thor Incursion и игра Superhot Разработчики заявляют, что в разработке находится еще несколько сотен неанонсированных проектов, часть из которых анонсируют осенью 2016 года В среду, 15 июня, Государственная дума нашей страны приняла закон, согласно которому все иностранные IT-компании обязаны платить НДС в размере 18% За продажу в России цифрового контента, приложение, предоставление услуг голосовой связи и хранение цифровых данных, хостинг и регистрацию доменных имен Законопроект, получивший в народе название «Налог на Google», повлечет за собой повышение цен практически на все, что можно приобрести в интернете, в том числе на любые программы, приложения и игры Ведь разумным будет предположить, что зарубежные компании переложат дополнительные затраты на российских пользователей Правительство Российской Федерации планирует получить от иностранных компаний налоги в объеме до 10 миллиардов рублей В дальнейшем эта сумма будет только расти А группа студентов и преподавателей университета Бригам и Янга недавно разработала искусственный интеллект, способный играть в настольный футбол Создатели системы надеялись, что ее возможности будут близки к человеческим, однако на деле искусственный разум превзошел все ожидания Устройство, которое смонтировали энтузиасты, включает камеру, снимающую игровой поле сверху, а также двигатели, вращающие оси с футболистами Искусственный интеллект прошел обучение, чтобы имитировать игру живого человека На основе картинки с камеры система определяет положение и траекторию мяча, а затем пинает его в нужном направлении Несмотря на относительную простоту, разработка демонстрирует современные возможности искусственного интеллекта И лишний раз подтверждает, что машины могут с успехом решать задачи, которые до сих пор доступны только человеку А на этом все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте умные комментарии Всем пока! Бесполетная ракета Что такое бесполетная ракета? Известный кооперативный шутер Killing Floor И игра Superhot Окей, попробуем это произнести сейчас, Стас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok